Венгрия и ее столица Будапешт 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 креста. Внутри нее четыре мощные колонны поддерживают купол невероятной красоты. У входа можно сразу увидеть фигуру первого венгерского короля, а возле алтаря полюбоваться скульптурами, рассказывающими о некоторых сюжетах и жизни монаршей особы. В капелле хранится главная религиозная реликвия венгерской церкви – святая правая рука короля Иштвана. Базилику можно бесплатно осмотреть снаружи, а за добровольное пожертвование на несколько минут зайти внутрь. Чтобы подняться под купол, где обустроена лучше в пеште смотровая площадка, необходимо купить отдельный билет. Далее идем к набережной и садимся на трамвай номер 2. Если стоять лицом Гдуна, то ехать вправо, который следует вдоль этой самой набережной. Выйти нужно на той остановке, где находится парламент. Как только увидите это здание, сразу выходите. Ну или спросите, где лучше выйти, и вам подскажет любой пассажир. Парламент в Будапеште, наверное, самое известное здание, лицо столицы, которое размещают на всех буклетах, сайтах и так далее. Парламент начали строить в 1885 году, к тысячелетию обретения венграми родины. Здание состоит из двух самостоятельных крыльев, соединенных переходом. Его венчает огромный купол высотой 96 метров. Архитектурный комплекс в стиле неоготики впечатляет не только своими размерами, но и красотой. Можно отметить невероятную точность зодчих в проработке мельчайших деталей. Безусловно, этот шедевр архитектуры нужно обязательно увидеть вживую, хотя бы снаружи. Если же вы намерены оценить здание венгерского парламента изнутри, рекомендуем заранее записаться на экскурсию на русском языке. Если стоять спиной к парламенту, а лицом к Дуная, то, пройдя влево до цепного моста со львами, можно увидеть холодящий душу памятник жертвам Холокоста, ряды железной обуви на берегу Дуная. Эта скульптура не мое напоминание о Второй мировой войне, когда фашисты расстреливали евреев на берегу Дуная и сбрасывали их тела в реку. Продолжая свой путь, подходим к мосту Сеченья. Это самый первый и самый значимый мост Будапешта. Цепной мост даже старше самого города. Он сыграл важнейшую роль в образовании Будапешта, связав два города на разных берегах Дуная, Буду и Пешта. Далее вам нужно перейти по этому мосту на другой берег Дуная к подножью Будайского холма. От моста Сечени к Будайскому комплексу можно добраться фуникулером, одним из старейших в мире. Сегодня он доставляет туристов, которым не жалко потратить 1200 форентов, чуть меньше 4 евро, чтобы подняться на Будайский холм всего за полторы минуты. Собственно, сам фуникулер тоже можно смело причислить к достопримечательностям Будапешта. Будайская крепость – это общее название целой россыпи достопримечательностей, расположенных в этом месте. Их древность можно почувствовать благодаря руинам средневековых строений, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Обязательно следует обратить внимание на неприметный дворец Шандера, который в настоящее время является резиденцией президента Венгрии. У дворца стоит почетный караул, и если повезет, вы сможете увидеть церемонию его смены. В честь тысячелетия венгерской государственности на территории Будайской крепости была установлена скульптура мифической птицы Турул. Широко раскинув крылья, она выседает на колонне с мечом Аттилы, зажатым в мощных когтистых лапах. Легенда гласит, что именно птица Турул указала венгерским кочевникам путь к их будущему дому. Ну и наконец мы видим огромный королевский дворец, возвышающийся над городом. Он вмещает в себя государственные структуры, библиотеку и несколько музеев, о которых, учитывая темп осмотра достопримечательностей, можно забыть. Монарший дворец интересен расположенными вокруг него памятниками, фонтанами и отлично сохранившимися фрагментами более ранних версий дворца крепости. После осмотра королевского дворца идите прямо по холму вдоль Дуная по улице Урия до церкви Матиаша. Ее перестроили в 1896 году на основах сооружения 13 века. Второе название церкви церковь Богородицы. Это место культовое для венгров. Здесь и короновались, и венчались королевские особы. Сейчас, кроме церкви, тут находится небольшой музей. В его экспозиции собраны ризы, украшенные камнями и золотом. Атрибуты коронования и оригинальные предметы церковного искусства. Рядом с церковью находится рыбацкий бастион, ранее служивший укрепительным сооружением для защиты от врагов. Называется он так в честь рыбацкого цеха, работники которого защищали эту часть укреплений. Современный рыбацкий бастион – очень красивое место в городе, он придется по вкусу любителям фантастики и романтики. Этот сказочный замок – излюбленное место горожан и гостей города, поскольку здесь можно сделать отличные фотографии панорамы Будапешта, а также вкусно пообедать. На Будайском холме имеется заведение для туристов с любыми запросами. Теперь возвращаемся к фуникулеру и спускаемся вниз. Здесь необходимо сесть в трамвай номер 19 или 43. Если стоять к Дуная лицом, то ехать надо вправо и последовать вдоль Дуная до моста свободы. Чтобы не перепутать его с другими мостами, нужно обращать внимание на такой ориентир. Мост свободы окрашен в зеленый цвет. Выйдя из трамвая перед мостом, увидите высокий холм со статуей на вершине. Это гора Геллер. Не поленитесь и потратьте 20 минут на подъем к ее вершине и будете вознаграждены изумительными панорамными видами города. Гора названа в честь святого Геллерта и Герарда Венгерского, который принял смерть от язычников на этой горе в 1046 году. Еще в горе находится пещерная церковь, а вершину горы Геллерт украшает статуя свободы, установленная в 1947 году в честь освобождение Венгрии от фашистской Германии и цитадель, возведенная Габсбургами в 1851 году после подавления революции. Спустившись с горы, возвращаемся к мосту. Несмотря на свою кажущуюся громоздкость, при ближайшем рассмотрении мост свободы оказывается довольно изящным сооружением. Чтобы оценить всю его внешнюю эстетику, рекомендуем пройтись по нему пешком. Далее найдите ближайшую станцию метро и поезжайте к станции Октагон. Выйдя из метро, вы окажетесь на проспекте Андраши с красивыми зданиями в уникальном архитектурном стиле Югенстиль. Именно на этой улице находится опера, местный Муленруш и популярный у туристов музей террора. Однако, имея один день на посещение столицы Венгрии, все эти достопримечательности осмотреть подробно не удастся, поэтому советуем приберечь их и для последующих поездок в Будапешт. В конце проспекта находится большая площадь героев, которая была своеобразно оформлена по случаю празднования тысячелетия Венгрии в 1896 году. На ней установлены два памятника. Колонна в центре посвящена тысячелетию перехода Мадьяр. Ее подножие украшают фигуры вождей семи мадьярских племен, в числе которых князь Арпад, основатель одноименной королевской династии. Вершину памятника венчает фигура архангела Гавриила. Позади колонны находятся две полукруглые колоннады. Это памятник венгерским героям. На площади, как и во многих городах, установлена популярная среди туристов конструкция с названием города. Слева от площади героев находится заметное здание, музей изобразительных искусств, а сразу за ней большой парк Варшлигетт с интересной современной композицией замком Вайдахунят, зоопарком и купальнями Сечени. Кроме того, в холодное время года на территории парка заливает зимний каток. У входа в парк находится художественная галерея, выставочный зал Мечарнак. Далее двигаемся к частично окруженным рвом с водой замку Вайдахунят. Он был создан как декорация к одному из юбилеев Венгрии и не имеет исторической ценности. Архитектор, проектирующий его, стремился соединить в одном архитектурном ансамбле более 20 различных строений, одно из которых замок, больше известный как замок Дракулы. Во внутреннем дворе Вайдахунята, кроме строений, расположены также памятники архитектуру замка и анонимному летописцу истории Венгрии, который написал «Деяния венгров». Если вы любите животных или путешествуете с детьми, можно заглянуть в Будапештский зоопарк, который находится в пределах парка Варашлигет. Стоимость входного билета для взрослых – 2500 форентов, около 7,5 евро. Для детей – 1800 форентов, около 5,5 евро. Время работы зоопарка с 9 до 18.00. Следующий и конечный пункт нашего однодневного путешествия по Будапешту – купальни Сечени, ради которых большинство туристов едут в этот город. Купальни – это оздоровительный комплекс с минеральной водой и грызевыми ваннами на ее основе. Лечебные источники расположены прямо под купальнями. Если вы решили их посетить и принять водные процедуры, не забудьте взять с собой купальные принадлежности. Одним из плюсов купалин в Венгрии является низкая цена входных билетов – всего 18 евро за целый день посещения. Осмотреть Будапешт за один день невозможно, это факт, но можно попробовать взглянуть на столицу Венгрии хотя бы одним глазком и убедившись, что отвели ей неоправданно мало времени вернуться еще раз, поскольку из Будапешта рукой подать до Вены. Следующее видео и будет о роскошной столице Австрии, поэтому обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выпуск. До встречи в столице Габсбургов! Субтитры создавал DimaTorzok